Большинство стран живет по Григорианскому солнечному календарю, основанному на вращении Земли вокруг Солнца. Согласно ему, мы празднуем Новый год 1 января. Но есть еще и лунный. Его наравне с солнечным используют в Китае, Вьетнаме, Корее, Монголии, Тибете, а также в некоторых регионах России – Бурятии, Калмыкии, Туве, на Алтае. И если средняя продолжительность года по первому – 365,24 дня, то по второму – 354 дня. Новый год по лунному календарю отмечают во второй день новолуния после зимнего солнцестояния, поэтому дата, плавающая между 21 января и 21 февраля. В 2022 праздник выпал на первый день последнего месяца зимы. За счет того, что у них цикл этих 12 животных, которые в свое время пришли к Будде и попросили назвать из них самое замечательное, выбрать самого лучшего, он каждому назначил его год, которым они, собственно говоря, и управляют. Год, который вот сейчас начинается, год водного тигра, он очень активный, очень творческий, исключительно замечательный, но с некоторыми неожиданностями. И китайцы вообще тигр очень любят, потому что они считают, что тигр – это то, что приносит новые возможности, то, что дает какие-то шансы. Причем в силу того, что это животное не домашнее, это вот как бы те шансы, которые тебе буквально вот падают сверху. В Поднебесной говорят не китайский Новый год, а фестиваль весны или чуньце. Готовятся к нему сильно заранее, ведь он длится целых 15 дней, 7 из них – официальные выходные. Всячески радуются приходу Нового года, и у них это всегда отмечается еще как начало нового жизненного цикла, как начало весны. У нас, конечно, еще пока зима, но тоже наступает время новых возможностей. В частности, вот сегодняшний день вообще надо прожить несколько необычно, в плане чего? Сделать чего-то такое, чего вы никогда не делали, какой-то проявить свой творческий импульс, заявить что-то такое, ну, может быть, чего вам когда-нибудь приходило в голову, но на это не хватало времени. И таким образом Вселенная узнает о том, что какой вы необычный человек, как много вы всего хотите, и фактически, называется, перед вами могут открыться какие-то новые двери. В Институте Конфуция в РГУ имени Есенина ежегодно празднуют Новый год по китайскому календарю, стараются соблюсти все традиции. В этот раз снова с поправкой на эпидемиологическую обстановку. Будем писать самый новогодний иероглиф, которым является иероглиф счастья. Интересно, что клеят его также на дверь в перевернутом виде, подобно тому, как подкову определенным образом вешают у нас на дверь. У китайцев вот это выражение «счастье перевернулось» созвучно выражению «счастье пришло». Само празднество, конечно, сильно отличается от нашего Нового года. Поздравления первого лица страны по телевизору не транслируют, шампанское не открывают. А вот стол накрывают, да еще какой, на нем обязательно должна быть рыба. В китайском языке рыба созвучна со словом «избыток». В Поднебесной верят, что блюдо принесет прибыль и процветание. Также традиционные угощения – домашние пельмени. Мы подготовили видео-мастер-класс по лепке китайских пельменей. Именно это является самым традиционным угощением в китайский Новый год. Пельмешки, они приносят достаток, богатство приносят в семью. Они по форме круглые, похожи на монетки. Обязательно есть одна пельмешка с сюрпризом. Кому попадется, тот будет самым счастливым в этом году. Официальный цвет чуньцэ в Китае – красный. Согласно древнему мифу, в первый день года приходит злобное чудовище по имени нянь, которое разрушает все вокруг. Оно боится шума и красного цвета. Именно поэтому в Китае развешивают алые фонари и парные надписи зажигают фейерверки. Люди верят, что это отпугивает монстра. Дигра – это могучий. Пусть этот могучий и сильный дигра принесет вам много сил, здоровья и всяких успехов. Жу дадя, син чун куай ле, си ван ху нянь. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».